Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. В пятницу в историко-культурном центре Старый Сургут откроется фестиваль ледовых скульптур. Статуи каждый год появляются на том же месте в тот же час. Однако традиционной выставку назвать нельзя. К Новому году новые сюрпризы. Отдельные секреты предстоящей экспозиции в порядке исключения раскрыли нашему корреспонденту. Снежный ангар на территории комплекса видно еще с улицы. Сразу захочется зайти и посмотреть, что же там внутри. А там... В числе сюжетов будут отражены темы живописи. В частности, знаменитый авангардист Сальвадор Дали. Классической музыки. Это виолончелист Ростропович. Бальных танцев. Мы сконцентрировали весь комплекс так достаточно локально на центральной площади Старого Сургута. И посвящен он будет, исходя из тематики фестиваля, культуре и искусству. Крытая ледовая галерея в Сургуте откроется впервые, тогда как в мире такой архитектурный ход популярен и востребован. Не исключено, что в следующем году в таком строении появятся бары и сцены, по примеру, Европы. Из года в год ледовую сказку в Сургуте создает рабочая группа Алексея Щитова. Скульпторы никогда не остаются на открытии фестиваля. Виной тому плотный гастрольный график. Ну, вот сейчас ребята приехали из Бельгии, был проект. Сейчас вот Сургут, потом вот сейчас мы подготовку к приезду Олимпийского огня в Нижний Новгород. Будем посвящены Олимпиаде делать еще проект. Профессионалам приходится постоянно совершенствоваться. Зритель и не только в Сургуте становится требовательней. Будешь делать одни и те же вещи, люди начнут скучать. Просто стандартные, когда вот как мы делали там картины, и люди подходят на них смотрят, уже нужно, чтобы там люди садились, там двигались, там какой-то интерактив был, какое-то общение. Артем Самойлов из Харькова. Граффити на стенах никогда не рисовал, потому что не художник, а скульптор. Граффити Артем будет вырезать. В композиции из двух фигур, как бы еще будет снежная стена. Один будет сидеть наверху, другой будет внизу, и как бы и будет надпись «Сургут». Снег прорежется на слазь до льда, а с обратной стороны будет стоять свет, фонарь. И она будет светом, то есть она будет считаться светом, светом. Из этой глыбы льда, если верить скульпторам на слово, получится Виктор Цой. Без пачки сигарет, следуя новому закону, но верхом на мотоцикле. Авторы проговорились, что это будет ява, причем малинового цвета. Как такой задумки добьется творческая группа, узнаем уже 20 декабря, в 5 часов вечера, на открытии фестиваля. А создатели ледяного царства простятся с «Сургутом» до следующей зимы. Как музыка сыграли, получили настроение и оставили воспоминания. Наталья Рассказова, Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Продолжение следует...